Дорогие друзья, зрители моего канала, здравствуйте! Меня зовут Марина, и я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня мы посетим с вами фирменный магазин от фабрики Пихорка, и это будет уже третье видео подобного плана. Напомню, что мы уже с вами были в фирменном магазине от Троицкой комбольной фабрики в городе Троиц. Мы посещали с вами Семеновскую пряжу от одноименной фабрики, которая находится в Москве, в метро Семеновская. И сегодня я нахожусь в одном из двух фирменных магазинов от Пихорской фабрики, которая находится рядом с Павелецким вокзалом. Я хочу вам показать, в общем, как выглядит магазин. Посмотрите, тут и полки с запасами, и все, можно подойти посмотреть. Стеллажи. Тут же стоят бобиночки. Есть изделия из пряжи, спицы. Есть образцы. Все можно потрогать, почитать. Есть журналы. Сейчас мы с вами немного посмотрим поближе. Пробежимся по тому, что здесь есть в наличии. Очень толстая, такая большая, объемная. 150 метров, 200 граммов. Понятно, что такая большая. Толстая, толстая. Вот интересная. Самобутная. На ощупь такая грубая, шерстяная. 50 шерсть, 50 плам. Даже есть образец. Даже из хлопка очень много. Можно купить такую бобину. И не мучиться ни с какими там, с обрывами, с узелками. Пожалуйста, вот здесь сколько получается. 1600 метров, 100 грамм. Ну и в этой бобине. Килограмм, 460 грамм. Ну, короче, очень-очень длинная ниточка. Это вот из которой я показывала вам бактус, как вязать. Вот даже образцы тут есть. Тоже красиво. Вот резинка английская. И вот моя любовь. Вот этот цвет обалденный. Посмотрите, тут выбор палитра цвета очень большой. Вот этот очень насыщенный. А вот этот такой более синеватый. Тоже образцы есть. Можно посмотреть. Вот тут рядышком. Она как веревочка. И можно какие-то такие подставочки. Это Екатеринбург, товарищи. Смотрите, обратите внимание, что это не пихорка. Здесь тоже вот представлены какие-то другие производители. А это детский каприз. Его, наверное, многие знают. Мереносовая шерсть и фибра. 80 рублей за моточек. 225 метров. Тоненькая, мягкая. Приятная для детей. Очень хорошо вязать. Посмотрите, тоже красивые образцы. Это какой-то другой образец. Явно не из нее. Еще вот то, что я хотела очень посмотреть. Это буклированная. Я в обычных магазинах по рукоделию не встречала вот эту буклированную. Первое, где я встретила, это в Семеновском магазине. Семеновской пряжи. И мне вот очень она понравилась. Но тогда не было времени обратить на нее такое более пристальное внимание. Сейчас вот посмотреть хочу. И все-таки мне очень хотелось попробовать вот, например, серый такой цвет на плед. Мне кажется, пошел бы хорошо. Для тех, кто собирается себе сейчас кардиганы вязать на осень, тоже очень здорово. Тут получается, сейчас я вам покажу, 220 метров 200 грамм. Ну, за счет такого вот объема не очень много метров. Но мне кажется, что вот смотрите, какой толщины получается. Для кардигана вполне пойдет. Ну и на плед тоже будет здорово. Вот есть серый такой потемнее, понасыщеннее и серый посветлее. Я выбираю между серым или вот таким вот белым. Буклированную рекомендуют вязать на шестерке. Ну, зависит от того, какую плотность полотна вы хотите получить. Вот мне хочется, чтобы вот таких дырочек все-таки не было. Вот, хочется более плотная. Так, что тут у нас дальше? Шерсть. Зимний вариант. Полутонкая импортная шерсть 95 и акрил 0,5. На ощупь жесткая. Толстая, плотная. Думаю, что теплая. Вот цена и расцветки. Это вот знакомый мне уже австралийский меринос. Он довольно дорогой. Австралийский меринос мне тоже очень понравилось. Тут единственный подводный камень может быть по стирке и уходу. Когда будете стирать, имейте в виду, что следует соблюдать все рекомендации на этикетке. То есть обязательно в прохладной воде не выкручивать, не стирать в горячей. Это вот очень важно. Иначе сядет у вас все. Еще пряжа элегантная. Не знаю, по ней это образцы или нет. Это стопроцентная шерсть мериноса. 250 метров в 100 граммах. Стопроцентная шерсть. Так, ну тут не все совпадает с тем, что написано на ценнике. То есть какие-то тут сверху другие моточки. Вот этот секрет успехов. Ой, стопроцентная шерсть и на ощупь очень грубая. Аж колючая. Думаю, что это не для чувствительных людей, не тех, у кого кожа очень чувствительная. Колкость очень ощущается. А вот есть комфортная. Тоже меринос и акрил. Она уже чуть помягче. Народная. Видимо, такое название, потому что наиболее популярное тут соотношение шерсти и акрила. Шерсть 30 и акрил 70%. И здесь 220 метров в 100 граммах. Также бобины есть. Это хлопковые, которые я вам показывала. Оттеночки красивые. Вот посмотрите, вот тот голубой какой нежный-нежный. Красивый. Смотрите, есть носочная шерсть. Там шерсть 50 и акрил 50%. И что мне очень понравилось? Носочная добавка. Это вот для усиления пятки, чтобы так сильно не протиралось. Добавляешь, там по цвету подбираешь себе. И пяточка будет усилена и не будет так быстро рваться. Сама по себе вот эта вот штука очень хорошая. Носочная тоже симпатичная расцветки. Шелковая 20% шелка, 80 акрил. А есть кашемировая 50 грамм 200 метров. Но здесь кашемир, естественно, искусственный. Естественно, искусственный. Я просто мастер ассоциаций. Нереносовые. Махеровая бобина. импортный махер и акрил очень мягкая бобини а вот я хотела вам еще показать супер фантазийная очень большие мотки сколько же у них там 360 грамм 830 метров вот это наверное надо брать на плед или на кардиган одного даже мотка для некоторых размеров хватит очень большая это так выглядит образец из нее связанный крючком крючком слишком много дырочек лучше спицами шерсть с акрилом тоже 50 и 50 красивый цвет и хорошо посмотрите как ложатся узоры очень такая эластичная хорошо тянется сувенирная толстая такая пряжа она по фактуре по толщине немного напоминает вот эту ровницу но более плотная и более такая стабильная что ли потому что это уже крученная пряжа соответственно она более будет прочная тем более у нее в составе уже акрил идет очень теплая будет я думаю какой красивый мелоджевый цвет тоже пряжа для ручного дизайна и и и и и Посмотрите, какая красота. Вот этот радужный стиль. 25 шерсть и 75 акрил. Смотрите, какие красивые переходы, нежные. Для детей, для пледов, для детских каких-то изделий. Очень хорошо подойдет. И за счет того, что у нее 75% акрила, она будет не колючая. Ну и аллергикам тоже подходят. Цвета очень красивые, нежные, детские такие. Сиреневый. Смотрите, красота. Алены, правда, блестящие. Альпака с шерстью. 50 альпаки, 50 шерсти. Жаккарды из нее очень красивые, обалденные. Ну тут уже явно машинное вязание, по-моему. Вот посмотрите, что я нашла для всех любителей Ализзе Дива Стрейч. Есть стрейчевая вискоза. Все, кто вяжет купальники, вот имейте в виду, у пихорки есть такая же аналогичная пряжа. Там вполне доступная и разные цвета. Чистая шерсть. Шерсть, пан и акрил. Это что-то такое фантазийное вязать. Очень приятный хлопок. Мягкий. Это полухлопок. Кстати говоря, можно использовать такой сейчас для школы. Там детям, кто вяжет всякие кардиганчики, жилеты. Очень будет удобно. И с такой связать. И не холодно, и не жарко. И что-то есть накинутое на ребенка. Это великолепное. Ангора и акрил. Выглядит и правда великолепно. Очень благородно. Есть пух. Спицы здесь рекомендуют 3,5. И стирать только вручную. Очень красивая пряжа. Сейчас поищу из нее образец. Вот это связано крючком образец. А этот образец связан спицами. Спицами намного мягче. Ну и крючком и спицами красиво. Я думаю, что теплая должна быть пряжа изделия. Ой, помните, я вам как-то альпаку показывала. Вот здесь тоже есть ее фотография. Чтобы все знали, как выглядит это чудо-животное, которое дает нам такую теплую пряжу. Вот. Альпака шикарная. Вот это из нее образец. Шнурочковая такая пряжа. Набитая альпакой. Вот. Мне тоже хотелось посмотреть, после того, как на сайте увидела вот это эффектное фламе. Но на ощупь это не похоже на ровницу. Это больше все-таки акрил. Тактильно ощущается акрил. Хотя шерсть там 38%. Она тоже, видите, красиво ложится в узоре. Можно что-то придумать интересное. Тут уже полушерстяные бобины идут. С образцами. А скажите, вот эти образцы, они постираны, да, уже? То есть это вот, как оно будет выглядеть потом? Они все равно в обработке, да, вот эти вот бобины тоже, да? Посмотрите, вот отличается ниточка, да, в бобине и вот в образце. Хотя она и в бобине, с пушком, и выглядит очень так хорошо. А в образце еще становится шире. Пряжа раскрылась вся, стала такая пухленькая. Очень здорово. Преображения такие симпатичные. Серая красивая. Тоже полушерсть. И есть еще тут жутовая пряжа. Эко-серия, стопроцентный джут. Что из них можно связать? Шляпки. Панамы. Причем этот более тонкий, этот более толстый. Тут по метражу видно. Стопроцентная меринусовая шерсть, тоненькая, очень тоненькая и не очень мягкая. По крайней мере, то, что я чувствую в образцах. Элитная серия. Стопроцентная шерсть. Тоже очень-очень тонкая. 415 метров. 50 граммов. Представляете? Вот есть еще экстравагантная. Для тех, кто любит в своих изделиях люрекс и допускает ее, можно сделать что-то такое вечернее. Будет выглядеть примерно такой блеск. Ажуры тоже очень хорошо в ней смотрятся, потому что сама ниточка тоненькая. Итак, дорогие друзья, мы с вами побывали в магазине. Обязательно напишите ваши впечатления, особенно те, кто уже видел предыдущие два видео. Как видите, сама структура магазина отличается немного от тех магазинов, которые мы уже с вами посетили. Но в целом, что такая же система стеллажей. Везде есть образцы. Везде можно потрогать всю пряжу. Есть журналы. Есть какие-то аксессуары вспомогательные. Инструменты для вязания. То есть, в принципе, вы можете прийти и целиком себе обеспечить ваш вязальный процесс. От пряжи заканчивая какими-то маркерами. В целом, ну что сказать. Есть такие модели и артикулы пряжи, которые не представлены в каких-то обычных рукодельных магазинах. Что очень интересно. Их хочется потрогать. Их хочется посмотреть. В остальном, я так понимаю, отечественный производитель пока что упирает на добавление акрила к пряже. Пока что все-таки больше акрила, чем шерсть. И если это шерсть, то это чаще всего импортная шерсть. И все эти серии уже немного дороже. И везде там используется импортная шерсть. Меня интересовала в основном буклированная пряжа. Это вот их новая серия. Мне она понравилась. Супер фантазийная, на которую я смотрела на сайте. Мне показалось немного грубовато в жизни. Поэтому я потрогала образцы и не стала ее брать. Все-таки буклированная, более нежная. Дорогие друзья, надеюсь вам понравилось. Я не буду от себя делать и давать вам какие-то выводы по итогу посещения этих трех магазинов. Вы сами посмотрите, сравните. У этих магазинов есть у всех как минусы, так и плюсы. В любом случае, вы не уйдете с пустыми руками. Вы обязательно найдете себе то, что ищете. Если даже не найдете именно то, что ищете, то вы что-то приближенное к нему найдете. Обязательно предлагайте новые темы для видео. Я буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на канал, ставьте класс и до встречи в новых видео. Пока-пока. Давай. А, ты снимаешь? И так каждый раз.